При выконании показчиков по экспорте товаров, притягнении замежных инвестиций и будовництве жилья. Сегодня на посяжении Гомельского облаканкама разлежены выники социально-экономичного развития региона в первом погоде. Наши корреспонденты поцикавилися под обязанностями. Бадай самые великие проблемы для экономики региона створила пандемия коронавирусу. Многие традиционные партнеры в близком и далеком замеже на протяжный час спинили свою деятельность. У первую шаргу по этой причине, например, не отрымалась выконость показчиков по экспорте послух. Правда, по час поседжения облаканкама на причины имкнулися не спасылаться, а проанализовали ситуацию по кожным районе. Сярод найбольш проблемных позиций недостатковый товароборот громадского охаршаванья, невеликая колькасть зновстворанных организаций и проблемы с экспортом продукции. Правда, в целом по области гэты показчик навод перевыконаны у первую шаргу за кошт приватного бизнесу. Что касаемо экспортных поставок, у нас достаточно стабильно сработала коммунальная и частная форма собственности. Это мясо-молочная компания, а также те частные предприятия, которые даже в условиях пандемии смогли обеспечить экспортные поставки как в Российскую Федерацию, так и в страны Евросоюза. Во втором полугодии, конечно, стоит задача для Гомельской области обеспечить выполнение поставленных задач. Мы видим, за счет чего мы это будем делать. Конечно, промышленность должна показать себя. Такие предприятия, как Светлогорский ЦКК, которые прошли модернизацию, это деревообрабатывающие предприятия, речица-древ, Гомель-древ. Также мы сегодня надеемся на то, что рынки европейские, а также Российской Федерации позволят выйти на стабильную работу открыто-акционирования общества Гомель-стекло. Среди выказанных пропанов по ширине ассортименту товаров, которые выработаются предприятиями региона, основным перепроцовщими. Тем более, что сейчас идет разговор о увеличении объема сельскохозяйственной продукции. Если говорить о проблемах этой галины, то они связаны, прежде всего, с наявностью качественных кормов. Все лета их начали нарыхтовать на несколько дней позже за летние термины. При том, что амаль три года на Гомель-стекле началась аномальная спякота, это так само нелепшим чином отбилось на ситуации уже вела гадовли. Сейчас самое главное, кроме роста поголовья продуктивности, это заготовка кормов. Конечно, продуктивности говорить не приходится, если нет хороших кормов. Поэтому сейчас вот это самая первоочередная задача. Если взять общее количество и виды работ, которые идут, то я хочу сказать, мы на уборку зерновых пошли, тоже с опозданием где-то почти на две недели. Где-то кто-то на две, где-то кто-то больше. Но если сегодня взять по количеству убранных, то мы уже уровень прошлого года по площадям догнали, даже если процентное выражение, мы уже догнали. То есть две недели эти догнали. Это о чем говорит? Это говорит о том, что как бы нас не критиковали, как бы нам не говорили, но мы лучше подготовились в этом году, опять же, это с подготовкой техники, с подготовкой комбайна. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Павел Антонов, Телерадио, компания «Гомель».